МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В выявлении рака на ранних стадиях администрация региона подписала соглашение с Московским научно-клиническим центром отоларингологии. Воспользоваться его услугами смогут все жители округа. Консультации в режиме онлайн. В Наринмаре состоится очередная конференция, посвященная телемедицине, что уже сделано в данном направлении. Борьба с бюрократией в регионе продолжает активно работать интернет-платформа народной контроли. В своих проблемах жители округа теперь могут рассказать, не выходя из дома, как это сделать правильно и насколько быстро реагируют чиновники и инструкция по применению. Трезвый день в регионе 3 сентября запретят продажу алкоголя, с чем связаны ограничительные меры. И на краю земли в тундре закрылся кочевой детский сад. За месяц экспресс-программу подготовки к школе прошли более 20 будущих оленеводов. Об этом и не только смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги четверга в студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Получить высокотехнологичную медицинскую помощь жители региона теперь смогут, не выезжая за пределы субъекта. Администрация Ненецкого округа и Федеральный научно-клинический центр отоларингологии подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что уже в ноябре в Наринмар приедут специалисты данного центра. Опытные врачи занимаются диагностикой и лечением патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи, в частности, онкологических заболеваний. В первую очередь нас интересует, конечно, ранняя диагностика рака. И мы первое, что сделаем, скорректируем план своей работы. И, наверное, до Нового года уже пришлем группу специалистов для того, чтобы они поработали с вашими пациентами. И мы как раз приглашаем ваших пациентов посетить наш центр, если у кого-то имеются проблемы с нарушением слуха, с проблемами дыхательной функции и с проблемами гортани. И часть пациентов, которые не могут, так сказать, приехать для отбора, мы уже выйдем, посмотрим в ближайшее время. О необходимости развития на территории Заполярье качественной диагностической помощи говорил и глава региона на встрече с Владимиром Путиным. По словам заместителя губернатора Ненецкого округа Ивана Болтынкова, подписание такого соглашения – большой успех, в первую очередь, для жителей субъекта. Безусловно, в регионе достаточно малочисленном, нужно иметь как можно больше возможностей, чтобы специалисты по высококвалифицированной медицинской помощи приезжали и оказывали ту помощь, которую в обычной ситуации можно оказывать только что называется на большой земле. Поэтому большое спасибо. Это такие очень прорывные вещи. И они, как всегда ориентирует нас губернатор, прежде всего направлены на улучшение жизни простых, обычных жителей округа. Попасть на прием сотрудникам Московского научно-клинического центра смогут все желающие. Затраты, связанные с диагностикой и лечением пациентов, возьмет на себя государственный бюджет. В принципе, у нас действительно проблемка эта возникает. Если говорить в целом об оказании высокотехнологической медицинской помощи, то на территории нашего округа этот вид медицинской помощи не оказывается. Мы всех пациентов направляем за пределы округа. Это клиники Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска. Если говорить про другие патологии, болезни сердечно-сосудистой системы, ортопедии, травматологии, то в принципе здесь у нас пути уже отработаны. Пациенты у нас идут потоком. Это в основном клиники Санкт-Петербурга, Центр Алмазова по сердечно-сосудистой хирургии. Там у нас большой поток пациентов идет. В последнее время у нас возникли действительно проблемы оказания именно по оториноларингологии. На сегодняшний день у нас, например, в этом году прилечено два пациента, которые получили данный вид медицинской помощи по высоким технологиям. Четыре человека находятся уже на лечении в федеральных клиниках. И лист ожидания по оказанию ВМП по данному виду помощи 20 человек в листе ожидания. И в продолжении темы в ноябре в Наринмаре состоится третья по счету международная научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина». На ней российские и зарубежные коллеги обсудят состояние и перспективы развития электронного здравоохранения в Заполярье. Также они поделятся опытом, расскажут о планах и представят инновационные решения в области оказания дистанционных медицинских услуг. Своё участие уже подтвердили представители университета Тромсе, университетской больницы Северной Анармьегии, Национального инновационного центра Шотландии по цифровому здравоохранению и уходу, Российского национального исследовательского медицинского университета, Северного государственного медицинского университета и Октябрьской дирекции здравоохранения РЖД. В настоящее время организаторы продолжают приём заявок от потенциальных участников. Напомню, конференция «Арктическая телемедицина» проходит раз в два года. Ранее в столице Заполярья она проходила в 2014 и 2016 годах. Вопросы антитеррористической защищённости объектов образования, а также общественной безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний, Единого дня голосования стали главными темами совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Ненинском округе. Как должено в ходе заседания в целях определения готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году, органы власти совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС России по Ненинскому округу обследовали школы города и поселка Искатели, а также учреждения среднего профобразования. По данным Межведомственной комиссии, все объекты оборудованы системой видеонаблюдения, надлежащим уличным освещением. Школы, как и требуется, имеют ограждение территории. При этом ряду образовательных организаций предложено принять дополнительные меры по повышению уровня инженерно-технической укреплённости. Также в ходе совместного заседания АТК и оперативного штаба обсуждался вопрос о принятии правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности торжеств, посвящённых Дню знаний 1 сентября и Единого дня голосования 9 сентября. Для повышения эффективности реагирования на возможные чрезвычайные ситуации управления Росгвардией по Ненинскому округу до 1 сентября проведёт ряд учебных тренировок при поступлении сигнала тревога сохраняемых объектов образования. Также запланированы командно-штабные учения оперативного штаба Ненинского округа. Силы и средства правоохранительных органов и аборийно-восстановительные подразделения органов власти и местного самоуправления будут переведены на усиленный режим несения службы. Охрану общественного порядка в день голосования будут осуществлять более 100 сотрудников полиции для обеспечения правопорядка в отдалённых населённых пунктах округа, в том числе, где отсутствуют участковые и уполномоченные полиции, командируют сотрудников УВД России по Ненинскому округу. Рассказать о социально важных проблемах и задать интересующие вопросы представителям власти абсолютно всех уровней теперь жители региона могут сделать это, не выходя из дома. В Ненинском округе продолжает активно работать и развиваться интернет-платформа под названием «Народный контроль». Её главная цель – оперативно и качественно решать проблемы людей. Как эта система работает на практике, узнаете из следующего сюжета. Кривые полы, дыры в стенах и полная равнодушие управляющих компаний. С этим столкнулись жители дома номер 5 по улице Геофизиков. Строение в аварийном состоянии, причём даже по документам. Семья Маргариты Петрова переехала сюда недавно. Первое, что сделали горе-новосёлы, стали перебрать полы и заполнять монтажной пеной щели в квартире. Естественно, за свои деньги. В феврале поменяли дверь. И, как можете видеть, уже она не закрывается. То есть, надо всё уже. Проблемы с дверью уже надо решать. Всё, что сделали коммунальщики, в мае этого года установили в коридорах специальные маячки. Замеры показали. За три месяца одна сторона дома просела на целый сантиметр. На призывы о помощи в различные инстанции приходит лишь один ответ – ждите. Деревяшка стоит в программе по переселению на 2019 год. Устав от бездействия чиновников, Маргарита решила рассказать о проблеме через портал «Народный контроль». Я обратилась на сайте «Народного контроля» с обращением, что от нас отказали все коммунальные службы. Ни одна коммунальная компания не хочет собирать за нас. То есть, мы вообще никому. Сами по себе. Ну, ответили достаточно быстро. В течение, я точно не могу сказать, ну, наверное, дней 10-2 недель точно ответ пришёл письменный на адрес. Проблемы в жилищно-коммунальной сфере – одни из самых острых в нашем регионе, наряду с благоустройством территории и состоянием дорог. Такой рейтинг составлен по результатам мониторинга интернет-платформы «Народный контроль». По данным диспетчеров проекта, в месяц на портал поступает порядка 30 обращений, причём по самым разным вопросам. Очень часто поступают жалобы о том, что где-то не убран мусор в общественных местах, будь то детская площадка или остановка автобусная. Также очень распространена тема ЖКХ. Из последнего – это вопросы по освещению дорог или включению отопления в тех же детских садах. Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями интернет-площадки, необходимо зарегистрироваться на сайте через электронную почту или портал госуслуг. Затем пользователь выбирает нужный ему раздел и пишет обращение. И в течение пяти рабочих дней заявление рассматривают, после чего должен прийти ответ. Для более удобного и качественного использования платформа постоянно дорабатывается. Мы добавили интерактивную карту, на которой можно увидеть, какая, например, придворовая территория, к зоне ответственности, к какой управляющей компании относится, кто обслуживает эту территорию. Мы добавили быстрый доступ к видеокамерам. Можно посмотреть, что происходит на этих территориях. Мы добавили, скажем так, опцию, которая будет стимулировать граждан активнее обращаться на портал и участвовать в решении проблем города и округа. Кстати, еще одно нововведение позволит определить самых активных горожан. Организаторы ввели для пользователей платформы три статуса – новичок, активист и народный контролер. Всего на сегодняшний день на портал «Народный контроль» поступило около 200 обращений с различными вопросами и проблемами. Порядка 160 из них решены. Людмила Сидейская, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». В предстоящий понедельник на территории региона будет ограничена продажа алкоголя. Запрет связан с Днем Знаний, который в этом году выпал на 3 сентября. Согласно закону, цитирую, в случае, если 1 сентября приходится на выходной день, запрет переносится на первый рабочий день после этой даты. Ограничение коснется не только крепких напитков, но и слабоалкогольной продукции. При этом запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя, осуществляемую организациями или индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. Нарушение ограничения, согласно действующему законодательству, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Напомню, помимо Дня Знаний, в регионе запрещена розничная продажа алкоголя в Международный день защиты детей и День молодежи. В НИСИ в этом году начнется строительство нового детского сада на 70 мест, пишет агентство НАУ24. В настоящий момент управление госзаказа проводит торги, итоги которых подведут 13 сентября. Как пояснили в администрации, контракт с победителем электронного аукциона будет заключен в конце следующего месяца. После этого подрядчик приступит к работам. Начальная цена проекта составляет порядка 230 миллионов рублей. Деньги выделят из окружной казны. Согласно документам, новое дошкольное учреждение будет представлять из себя одноэтажное здание из блочно-модульных конструкций общей площадью 1400 квадратных метров и высотой 7,5 метров. На этаже будут размещены 4 групповые ячейки, 4 отапливаемые прогулочные веранды, медпункт, пищеблок, служебные помещения, зал для физкультурных и музыкальных занятий. Строительство социального объекта должно быть завершено до 30 ноября следующего года. Сегодня детский сад в селе Нейс располагается в двух зданиях 62-го и 35-го годов постройки. В мае 2015-го специалисты провели обследование учреждения, по результатам которого состояние обоих строений признано недопустимым. Ну а в Ненинской тундре завершил свою работу кочевой детский сад. Экспресс-программу подготовки к школе без отрыва от семьи прошли более 20 ребят. Это будущие оленеводы, бригады СПК, Ненинская община Канин и Восход. Хозяйство базируется в селах Несиома, а летом переезжают на запад региона. В кочевом детском саде на протяжении месяца работали выпускники социально-гуманитарного колледжа имени Волчейского, практикующий педагог бюджетного учреждения «Наш дом» и мастер народных художественных промыслов этнокультурного центра. Мы накачали электронную азбуку. Дети там нажимают определенной кнопкой, у них выскакивают слова. Азбука им выдает слова. И также электронная математика. А вот сейчас нам привезли планшеты, ноутбуки. И для современных детей это, они же все равно более цивилизация развита. И тут тоже они должны как-то развиваться с современным миром. Я птичку найду, я птичку найду. Дети-то и в самом деле от неподготовленной школы идут. Самое леонетарное, цвета хотя бы они разбирают. У меня он ребенку три года, он теперь знает, какие цвета у них есть. А так мы, например, когда маленькие были, нас этому не учили. Кочевой детский сад для юных жителей Тундры впервые заработал еще в 2016-м. В этом году исполнить мечту маленьких тундровиков и вновь открыть мобильное образовательное учреждение удалось совместными усилиями региональной администрации, компании «Зарубежнефт добыч Харяга» и партнерами по Харягинскому СРП. В первую очередь, как мы, так и администрация стараемся уделить внимание тем направлениям, которые непосредственно связаны с развитием населения региона. Ну и получается, что начинается все с детей, с образования детей. И вот один из проектов, который мы решили поддержать, это кочевой детский сад. Он интересен в первую очередь, потому что это возможность уравнять, так скажем, образовательные возможности для всех жителей региона, в том числе для детей, которые находятся сейчас в Тундре. И в завершении выпуска в Наринмаре 10 сентября стартует первая туристическая неделя. Ее участниками станут представители туристической сферы, гостиничного и ресторанного бизнеса из Ненинского округа, Республики Коми, Вологодской области, а также эксперты из Министерства экономического развития России. В качестве организатора выступает Центр развития бизнеса. Планируется, что мероприятие разделят на две части. С 10 по 12 сентября участников ждет серия семинаров и круглых столов на различные профильные темы. Спикеры, среди которых руководство члены гостинично-туристической ассоциации, будут рассказывать слушателям об основах предпринимательской деятельности, сервисе в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе. 13 сентября состоятся округлые столы по теме развития городской среды как необходимого условия развития туризма. Участники будут работать на конкретном примере – это улица Смедовича. А вот вторая часть туристической недели пройдет в формате конференции «Перспективы развития туризма на европейском севере России». Эксперты из округа и Коми обсудят перспективы создания круизного туризма и привлечения турпотока в регионы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. И далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok